Потухшие вулканы, каньоны, сменяющиеся времена года, тонкий слой атмосферы. Звучит все это очень интригующе. Исследования Марса продолжаются и сейчас. Человечество хочет приоткрыть завесу тайны четвертой планеты Солнечной системы. На орбите Марса сейчас находятся восемь аппаратов, а непосредственно на поверхности собирают данные специальные роверы или, другими словами, марсоходы. Это и Curiosity, и Perseverance, которые работают с 2012 и 2021 года соответственно. А также космический аппарат под названием InSight, начавший свою миссию в 2018 году. Благодаря данным, который мы получили от аппаратов, пребывающих как на поверхности, так и на орбите, мы теперь знаем немного больше о прошлом Марса. Например, то, что ранее планета была с более щадящими условиями и более высокой влажностью. Какие ландшафты мы могли бы наблюдать на Марсе ранее и что происходит на нем сейчас? Про это нам и расскажут исследовательские аппараты. Начнем мы с орбитального аппарата Марс-Одиссей. Он начал свою работу еще в 2001 году и до сих пор активен. За это время Одиссей совершил более 94 тысяч витков вокруг Марса. Благодаря этому аппарату мы знаем, какие рельефные образования есть на поверхности, а также что там есть минеральные породы. Особенно интересным для нас стал тот факт, что на Марсе есть области со льдом, но они находятся в том участке планеты, где в принципе такое было бы маловероятно. Марс-Одиссей продолжает свою работу, и мы наверняка получим от него еще много новых данных. А это Марсианский разведывательный спутник или сокращенно МРС. Одна из основных его задач — это изучать поверхность, параллельно занимаясь поиском тех участков планеты, где было бы удобно посадить какой-нибудь исследовательский аппарат. По этой причине у нас есть множество интересных снимков, сделанных камерой МРС. Самое примечательное из них — это фото песчаных дюн. Вы можете заметить, что на поверхности образовалась корка Иния. Как вы помните, ранее мы говорили, что на Марсе сменяются времена года. Когда на планету приходит зима, на поверхности происходит много изменений. Конечно же, на Марсе не бушуют метели, не наблюдаются нескончаемые снегопады, хоть там и довольно холодно — минус 123 градуса Цельсия на пулюсах. Тем не менее, на Марсе в это время года все же можно встретить и не просто обычный снег, а двух видов. Один — водяной, другой — сухой из углекислого газа. И, конечно же, на Марсе есть снежинки и довольно необычные формы. Как выглядят земные водяные снежинки? Они шестигранные, поскольку снежинки — это кристаллическая структура. А симметрия у таких структур гексагональная, то есть шестиугольная. А вот на Марсе снежинки из сухого снега кубообразные, то есть симметрия четырехугольная. Марсианские снежинки очень маленькие. Их едва ли можно рассмотреть невооруженным взглядом. Снег появляется не на всей поверхности Марса, в основном на пулюсах, то есть в самых холодных зонах. И снег в большинстве случаев накапливается на склонах возвышенностей или в кратерах затухших вулканов. Однако в большинстве случаев водяной снег даже не успевает достигнуть поверхности Марса и превращается в газ. Все дело в атмосфере. Она очень разреженная. Раз мы уже заговорили об атмосфере Марса, автоматическая межпланетная станция Мэйвен, исследует ее, чтобы проследить, как она поменялась в разные периоды времени и почему. И причиной тому, почему атмосфера становится все более и более разреженной, являются солнечные ветра. Планета постепенно охлаждалась, а с этим ослаблялся экранирующий эффект глобального магнитного поля. Что же происходит на Марсе, когда приходит весна? Начинается процесс стаяния марсианского льда и образования довольно интересных ледяных форм. Весной также начинают извергаться гейзеры. Рассказать про Марс нам могут не только орбитальные зонды, но и марсоходы, которые уже не первый год выполняют свою миссию. И начнем мы с марсохода с ядерным двигателем Perseverance или, как его еще называют, Перси. Он один из самых молодых роверов, который приземлился на поверхности Марса 18 февраля 2021 года. Долгое время Perseverance исследует ударный кратер Езера. Главная цель миссии марсохода – понять, какие изменения происходили на поверхности Марса в ранние периоды времени, а также найти следы микробных организмов. Благодаря Perseverance мы получили образцы атмосферы Марса и реголитов, а еще огромнейшее количество фотографий рельефных образований на Красной планете. Их количество достигает 166 тысяч. Вот некоторые из них. Космический аппарат «Инсайт». Он пережил мощнейшие бури. Но, несмотря на это, исправно исполняет свою миссию. Аппарат зафиксировал марсианское землетрясение огромной мощности. Более того, оно стало самым сильным из всех, про которые мы знаем на Марсе. Некоторые его толчки можно было почувствовать даже спустя 10 часов после землетрясения. «Инсайту» удалось заметить толчки, несмотря на то, что предполагаемый эпицентр землетрясения находится в двух тысячах километров от него. Вообще, стоит упомянуть, что Марс обладает достаточно высокой сейсмической активностью. За время пребывания «Инсайта» там зафиксировали несколько сотен серий толчков. Изучение марсианских землетрясений будет продолжаться, поскольку такие явления помогают узнать больше информации о рельефе Марса. И, наконец-то, марсоход Curiosity. Он преданно служит космической науке с 2012 года. Свежие данные от него поступают часто. Особо пристально его внимание обращено на облака Марса. Например, Curiosity удалось заметить, как во время заката сквозь облака, находящиеся выше, чем остальные, проступали лучи Солнца. Это действительно уникальные кадры. Судя по всему, в составе этих облаков сухой лед и углекислый. В то время как остальные облака состоят из водяного льда. Из-за того, что кристаллы в облаках с течением времени меняются в размерах, мы можем наблюдать что-то похожее на радугу. Однако, как говорится, не облаками едиными. Curiosity также нашел следы озер, которые когда-то могли быть на Марсе. Исследуют марсоходы гору Шарп, которая находится в кратере Гейл. Предполагается, что в этом кратере когда-то было озеро. Вода к нему поступала от марсианских рек, но со временем оно пересохло. В данный момент Curiosity исследует сульфатоносный блок горы Шарп. Там же марсоход еще в 2016 году обнаружил металлический метеорит, в составе которого преобладали железо и никель. Особенность этого объекта в том, что он, скорее всего, ранее был расплавлен. Метеорит назвали Эгрок из-за округлой формы и нетипично гладкой поверхности. Иногда нам кажется, что про планеты Солнечной системы мы знаем все. Однако на самом деле это всего лишь иллюзия. Вокруг нас столько тайн и загадок. И Марс тут не исключение. Он еще многое не открыл нам. И, возможно, многое о его прошлом мы так и не узнаем. Однако наши исследовательские аппараты не теряют времени зря и делают все возможное, чтобы приоткрыть завесу тайны прошлого Красной планеты. А какое из открытий зондов и марсоходов вас больше всего заинтересовало? И как вы думаете, что же мы еще узнаем о Марсе в ближайшее время? Тяжелые времена рождают сильных людей. И это мудрое утверждение единственное, что обнадеживает в сложной ситуации, в которой оказались мы с вами. То, что происходит сейчас на планете, недостаточно переждать. С этим придется свыкнуться и научиться жить в новой, изменившейся реальности. Канал Хаббл, как и многие другие ютуб-блогеры, на данный момент находится в незавидном положении легендарной лягушки, попавшей в кувшин с молоком. Мы изо всех сил пытаемся подольше продержаться на поверхности и спасти любимый проект. Если вы неравнодушны к тематике нашего канала, просим посильно помочь Хабблу сохранить многолетний прогресс. Сразу скажу, что даже каждая копейка изменит положение, поэтому кому не безразлична судьба данного канала, кто действительно хочет, чтобы мы продолжали делать только качественные видео, огромнейшая просьба не оставаться в стороне. В описании под этим видео будут все нужные реквизиты. Даже минимальный взнос может кардинально изменить то, над чем мы работаем. Я понимаю, что многие задают вопрос, зачем мне помогать. Ведь на канале больше миллиона подписчиков, пусть это делает кто-то другой. В итоге есть определенный круг лиц, который сразу отпадает и рассчитывает на них крайне нерационально. Однако остаются только те, кто действительно хочет помочь, но этих людей крайне мало. Поэтому если бы каждый смог перевести от 10 до 100 рублей прямо со своего телефона, то вероятность удержания канала на плаву возрастает в сотни раз. Для того, чтобы перевести прямо со своего телефона, перейдите на сайт по ссылке в описании Donation Alert. Укажите свое имя, сумму доната, к примеру, 25 рублей, и напишите любое сообщение. После этого нажимаем «Отправить донат». Выбираем мобильный телефон, вводим свой имейл и мобильный номер. Нажимаем «Перейти к оплате». На ваш телефон придет смс. Вводим код в ответном смс. Этим вы принимаете и подтверждаете платеж на сумму 25 рублей. Сумма с комиссией составит 29 рублей. Конечно, можно и больше, каждый учитывает сам для себя разумный предел доната. Огромное вам спасибо, друзья, за то, что смотрите, лайкаете, делаете репосты. Я очень рад, что вселенная расположила именно так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.